Вы смотрите новости седьмого канала. Наш телефон 29333. Продолжаем выпуск. Обновление общественного транспорта, благоустройство улиц, пешеходных и парковых зон, а также строительство и реконструкция культурных объектов. К празднованию 400-летия краевой столицы планируется подготовить город по всем направлениям. Губернатор края Михаил Катюков сегодня провел совещание, где обсуждали планы на ближайшие три года. Глава Красноярска Владислав Логинов представил участникам совещание план работы по развитию города на ближайшие годы. Основная часть предложения основана на обращениях жителей. До 2028 года планируется обновить общественный транспорт, благоустроить улицы, парки и скверы, а также отреставрировать объекты культурного наследия. 17 общественных пространств, которые мы запланировали к реконструкции, это те, о которых говорили жители, которые формировали жителей, запросы на их особое назначение. Где-то локально меняются малые архитектурные формы, где-то дорожки. Развитие островов – это еще один проект, проект экологический, который необходим сегодня как для красноярцев, так и гостей нашего города. Особое значение для города имеет проект скоростного подземно-наземного комплекса, строительство которого уже идет. Планируется, что к 2026 году в нашем городе наконец появится метро, которое станет настоящим подарком для всех красноярцев. Самое важное, чтобы город Красноярск получил к юбилею дополнительный импульс развития. Исхожу из того, что все задачи, конечно, к 2026 году решить не удастся. Но так и вопрос не стоит. Нужно смотреть дальше, нужно смотреть за горизонт, нужно начать двигаться по сложным проектам. Также будут модернизированы улицы 9 мая, Вавилова, Елены Стасовой, Павлова, Мичурина и проспект Красноярский рабочий. А парк 400-летия на взлетке, сквер имени Чернышевского в Покровке и парк Гвардейский в Зеленой Роще благоустроят. Принципиально важно, чтобы у нас подходы к организации городского пространства существенно изменились. Я знаю, что городской совет в этом году много усилий потратил на изменение принципов городостроительства в Красноярске. Знаю, что была большая дискуссия с общественностью по этому поводу проведена. И это далось сегодня свои результаты. Уже есть первые соглашения, которые заключаются на новых принципах. Финансировать работы будут из бюджетов трех уровней – городского, краевого и федерального, а также в небюджетных источниках. Кроме того, крупные корпорации и промышленные предприятия края готовы присоединиться к этой работе. Александра Овдина, Новости, 7 канал.